ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И тебе будут приходить уведомления о новых видео на моём канале Всем привет, с вами Серёга Отвёртка Давно у нас не было выпусков с тематикой Сурвайл И сегодня я решил изготовить такие вот тактические перчатки практически из мусора Что нам для этого потребуется? Я буду использовать обычные дешёвые строительные перчатки Их можно купить в любом хозяйственном отделе И стоят они сущие копейки Ещё также нам потребуется суперпластик, он же полиморфус Да, мой запас уже подходит к концу Но эту банку я заказывал где-то, может, года два, наверное, назад И до сих пор ещё пользуюсь ей Так, собственно, суперпластик Ссылочка на неё будет в описании Вот такая вот липучка И также нам потребуется немного металла В качестве донора металла я буду использовать боковую крышку от старого системного блока Ну и сам первым делом из суперпластика нам будет необходимо сформировать защиту костяшек Вот я уже попробовал сделать это на одной перчатке Мы, то есть, одеваем перчатку Берём мягкий суперпластик Вот здесь его прилепляем Он у нас высыхает И получается такая вот пластиковая защита Практически не уступающая оригинальным тактическим перчаткам И, как ни странно, суперпластик отлично прилипает к перчатке И просто идеально здесь держится То есть, вот, смотрите, вот даже оторвать-то толком не получится Так, давайте я сниму перчатку и покажу, как это выглядит внутри Ну, то есть, как-то вот так вот То есть, суперпластик проникает во все эти соединения Застывает там И его вообще невозможно оторвать отсюда При этом он остаётся весьма прочным и пластичным Что как раз нам необходимо для тактической перчатки И, собственно, на всех костяшках нам будет сейчас необходимо сделать Такую импровизированную защиту из суперпластика Заливаем горячей водой наш суперпластик Добавляем чёрный краситель И потом уже начинаем его лепить на перчатку Вот таким вот образом мы его начинаем налепливать Всё это надо делать очень быстро, пока суперпластик горячий Но если у нас, например, что-то не очень хорошо получится сформировать То это потом можно будет доделать с помощью термофена Который тоже у меня имеется, к счастью И облепливаем вокруг каждой костяшки Но чтобы это всё быстрее застыло Перчатку можно опустить в холодную воду Вот такая у нас получилась плюшка И что самое классное, суперпластик имеет необходимую гибкость И полностью облегает руку То есть, вот видите, мы его можем вот так вот сжимать Абсолютно то же самое Нам теперь будет необходимо сделать с другой перчаткой Вот так вот у нас, короче, получилось это на обеих руках На правой я решил сделать немного поменьше Но это всё-таки как бы тестовый вариант, чтобы определить, что лучше Побольше суперпластика или поменьше В принципе, если будет больше суперпластика, это будет намного больше прочности Но если поменьше, то будет больше гибкости И хотя, в принципе, это тоже довольно прочно Ну а в данный момент нам будет необходимо обрезать пальцы у перчаток И оставшиеся края мы проклеим с помощью эпоксидной смолы Чтобы они у нас не махрились и не торчали вот такие вот всякие нитки отсюда После этого будем думать, как закрепить сюда металлические пластины Я, короче, думал, что использовать в качестве клея, чтобы проклеить эти соединения И в итоге остановил свой выбор на прозрачном силиконом герметике Тут есть свои определённые плюсы То есть, он всё отлично проклеивает Он довольно эластичный, ну то есть он не будет отклеиваться, когда мы будем двигать рукой И также он не будет впитывать влагу и скользить вот здесь, если вдруг у нас спотеют пальцы То есть, силиконовый герметик это пока, мне кажется, идеальный вариант Обе перчатки проклеены и самое время приступить к стальной защите Сначала займёмся защитой пальцев Я вот здесь вот вырежу небольшие прямоугольнички 1 на 2 сантиметра И, соответственно, мы вот здесь вот закрепим Одну часть мы, то есть, пришьём на перчатку А другую часть приклеим с помощью эпоксидной смолы к металлическому прямоугольнику И получится у нас, по сути, такая съёмная металлическая защита Которую мы в любой момент сможем снять или заменить повреждённые элементы Нам также будет необходимо окрасить перчатки Я окрашу их чёрной краской с баллончика И, может быть, ещё добавлю сюда зелёного цвета И в итоге посмотрим, что у нас получится Я отмерил 8 заготовок шириной в 1 сантиметр и длиной в 2 Теперь нам их будет необходимо выпилить И дальше уже их будем приклеивать к нашей липучке Включаем дремель Вот такие вот у нас были выпилены металлические заготовки Если кого-то интересуют размеры, то ссылочку на чертёж я оставлю в описании Ну а что касается перчаток, они были окрашены И после этого я их ещё постирал Стирка производится для того, чтобы смыть с них лишнюю краску Потому что если они прямо только что окрашены И мы их попытаемся надеть на руку То будет сыпаться куча краски И мы перепачкаем не только руки, но и всё вокруг Ну а после стирки лишняя краска сама собой слазит И остаётся только та, которая впиталась у нас в ткань Так, давайте сейчас я это одену всё Вот так вот она у нас выглядит Здесь, как вы помните, я всё проклеил с помощью силиконового герметика Вот такие у нас получаются перчаточки И теперь, что касается металлических заготовок Одна у нас будет находиться вот здесь вот, самая большая Потом вот эта вот длинненькая будет находиться с этого края Так, и вот эта вот самая короткая будет находиться, соответственно, вот здесь вот Ну, конечно, это всё ещё будет необходимо закрепить Но будет выглядеть оно как-то вот так вот Так, и также, что касается маленьких заготовок Их у нас по 4 штуки на каждую перчатку То есть мы их будем закреплять вот здесь вот Нам необходимо будет взять такую липучку Она продаётся в любом магазине одежды Хотя, в принципе, и на рынке можно найти Да и на Алиэкспрессе, думаю, тоже можно найти Если вы уж прям совсем не можете нигде её найти Мы берём эпоксидную смолу Промазываем все наши металлические детальки И приклеиваем на нашу липучку Далее нам будет необходимо вырезать То есть вырезаем мы обе части липучки Верхнюю и нижнюю Далее нижнюю часть отсоединяем С помощью обычных ниток и иголок пришиваем к перчатке А к верхней части у нас будет, соответственно, приклеена металлическая пластина И потом просто мы сверху налепим эти пластины на липучку В принципе, осталось сделать совсем немного Но процесс будет довольно длительный Металлические пластинки я промазал эпоксидной смолой Положил их вот сюда сверху И всё это убрал под пресс В итоге получилась такая штука Всё это вырезается обычными ножницами Также ещё будет необходимо всё хорошенечко проклеить с боков Чтобы у нас ничего не отклеивалось Ну вот, собственно, и всё Финальная стадия у нас завершена И у нас получились такие вот перчаточки Это мы всё можем отклеить спокойно Заменить повреждённые элементы, если потребуется Или просто снять за ненадобностью Так, давайте сейчас их одену Вот так вот у нас выглядят наши защитные перчатки на руках Здесь у нас имеются 4 такие металлические пластинки Здесь тоже имеется немного металла И костяшки пальцев у нас защищены с помощью суперпластика Вот так вот И благодаря такой простенькой защите Мы сможем защитить свои руки от порезов Ну а если вам понравилось видео И вы хотите ещё больше постапоклиптического крафта Именно нужного и полезного А не просто окрашивания различных предметов под ржавчину Ставьте лайк этому видео И пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть ещё из такого крафта У меня ещё припасено несколько идей и вещей Которые можно сделать практически из полного мусора Ну а с вами был Серёга Отвёртка Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео Всем пока! А спонсор видео Магазин ключей для игр winshotgames.ru Испытай удачу и получи крутую игру за копейки Ссылка в описании Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok